Неделя спорта Дополнительную путевку на всероссийский финал данного чемпионата. Как все там проходило, расскажет Алена Курмаева. Из Казанского государственного медицинского университета, Поволжской академии 2, Казанско-химико-технологического института 1, КФУ 1. Как и прежде, каждый матч между соперниками проводится до трех побед в партиях. Желание пройти на всероссийский этап разожгло в спортсменах колоссальные эмоции и вызвало настоящий адреналин. Команды упорно старались бороться с соперниками. Каждая игра, каждая партия была очень напряженной. Из 16 встреч 8 игр дошли до таймбрейка. В итоге пару первых полуфиналистов составили победитель группы Б сборная КФУ 1 и обладатель второго места в квартете А сборная КФУ 2. Для Казанского федерального университета данное противостояние только на руку. Одна команда точно проходит в финал. Но сами игроки старались не думать об этом. Каждый желал взять реванш после внутривузовского этапа. У нас сегодня представлены две команды КФУ. Первая команда КФУ 1 и КФУ 2. И понятно, что первая команда у нас является немножко сильнее, чем вторая. Поэтому мы ставим больше на нее, но рассчитываем, что вторая команда тоже себя хорошо проявит и займет призовое место или хотя бы, или минимум выйдет в финал. Итог противостояния – разгромная победа. Первой команды над второй со счетом 4-0. Второй полуфинал оказался не менее захватывающим. Поволжская Академия и КХТИ 1 не хотели уступать друг другу ни на секунду. Они шли на равных, догоняя друг друга шесть партий. Но дополнительное время позволило выявить победителя. КХТИ 1 вырывает победу. Счет 3-2. В матче за третье место КФУ 2 берет реванш у Поволжской Академии за поражение в группе. Федералы спокойно обыгрывают соперника и заслуженно занимают третью строчку. Счет 3-1. В финале сборная КФУ 1 встречается со сборной КХТИ 1. Силы студенческих команд федералов и химиков-технологов были равны. Ни те, ни другие не могли позволить отдать победу противнику. До последней подачи было непонятно, кто выйдет победителем. В этой упорной и сложнейшей борьбе КФУ 1 забирает первое место со счетом 3-2 и отправляется на всероссийский финал. Алена Курмаева, Анастасия Айдаркина. Неделя спорта. Теперь переходим к Спартакиаде среди студентов и аспирантов Казанского Федерального Университета. В спортивном комплексе Москва 3 апреля сильнейшего выявляли в таком виде, как Армспорт. Подробности в репортаже Кирилла Мукаева. Спортивный комплекс Москва стал ареной для очередного этапа Спартакиада среди студентов и аспирантов Казанского Федерального Университета. Именно здесь 3 апреля прошли соревнования по армспорту. Каждый спортсмен боролся на пределе своих сил, из-за этого не обошлось и без травм. Довольно быстро закончились отборочные этапы, молниеносные победы сменялись тяжелыми продолжительными схватками, которые заканчивались очень неожиданным результатом. Ирвинию к победе в полуфинал прошли Айнур Зинатов из Елабужского института и Ахмед Клычев из Набережной Челнинского института. Из этого поединка в средстве упорной и непростой борьбы победителем вышел представитель из Елабуки и получил возможность побороться за золотую медаль. В финале Айнуру противостоял студент Института управления экономики и финансов Антон Куприянов. В продолжительной упорной схватке кубок чемпиона остался в Казани. Гостью из Елабуги не удалось одержать победу, как итог серебряная медаль. С женской группой дела обстоят также интересно. Нешуточная и продолжительная борьба среди претенденток и в полуфинал проходит студентка из Института физики Айзера Тимирова. Или Анна Хисамиева из Инженерного института. Победителем из данного противостояния вышла представительница инженерного. Вместе с Инженерным институтом на золото претендовал Институт психологии и образования в лице Алсуха Бибрахманова. В ходе тяжелейшего матча верх одержала студентка из Института психологии и образования Алсуха Бибрахманова. Остальные результаты данного этапа спорта-киады можно увидеть в официальной группе спортивного клуба КФУ «Казанские Юлбарсы». Кирилл Мукаев. Неделя спорта. Плей-офф единой хоккейной лиги для Казанского федерального университета завершен. Совсем немного не хватило ребятам из Казанского федерального университета для победы. Все было в их руках, но в конце матча все пошло по плану КХТИ. Теперь подробнее об этом матче. Начало матча было полностью за Казанским федеральным университетом. Сразу три шайбы за одну минуту вытаскивало из своих ворот вратарь КХТИ. Далее сборная КФУ начала больше уделять внимание оборонительным действиям, которые на протяжении двух периодов не позволили открыть счет для соперников. И только под конец второго периода счет на табло меняется на 3-1. В третьем периоде все было в руках Казанского федерального университета, но быстрая шайба от КХТИ заставила нервничать игроков Казанского федерального университета. Третий период был богат не столько на красивые моменты и грамотные тактические действия, сколько на грубую провокацию от игроков КХТИ, которые в большинстве своем случае доходили до драк. В середине третьего периода сборная КХТИ сравнивает счет в матче и продолжает атаковать ворота Казанского федерального, но безуспешно. Развязка матча перешла на серию буллитов, где точнее оказались игроки КХТИ. Далее у нас баскетбол. По три матча сразу успели отыграть сборные Казанского федерального университета в рамках студенческой баскетбольной лиги Республики Татарстан. Подробности этой серии расскажет Диана Загирова. Сборная Казанского федерального университета готова вернуться в борьбу за медали студенческой баскетбольной лиги Республики Татарстан. На этой неделе календарь для федерального университета выдался достаточно интересный. Началось все 2 апреля на площадке спортивного комплекса УМИКС. Открывает марафон женские сборные. С самых первых минут сборная КФУ проводила хорошие атаки и забрасывала мяч за мячом в кольцо противников. Команда КГМУ в свою очередь растерялась и показала неуверенную игру. Как результат 22 заброшенных очка в кольцо медиков против 9. Далее игра оживилась. Началась упорная борьба. Баскетболистки КГМУ стали более собранными. Они провели ряд атак, находясь на половине соперников, и также показали хорошую защиту. Тем самым принесли своей команде еще 17 очков. Уступая 26-32 к концу второй четверти, игроки КГМУ смогли сократить разрыв в счете до 6 очков. Однако наши девушки вскоре вернули игру под свой контроль. Самым результативным игроком сборной КФУ стала Дарья Попова, которая приносит победу своей команде вместе со своими партнерами. Исход игры был очевиден. Наконец, с сокрушительным счетом 38-71 женская сборная одерживает победу. Далее состоялся матч среди мужских команд. Начало игры оказалось напряженным. Вскоре счет открывает команда КФУ и уверенно пробивается вперед по очкам. 5-25. Таким счетом оканчивается первая четвертая. После сборная КФУ окончательно захватила лидерство и имела большое преимущество в владении мячом. Таким энтузиазмом они продолжают двигаться вперед с большим отрывом. Благодаря игрокам сборной КФУ, Антону Лаврову и Милашину Владимиру, в кольцо соперников летят точные мячи. Но сборная КГМУ не сдает. И продолжают бороться, несмотря на прессинг противников. Как результат 28-75 в пользу команды КФУ после третьей четверти. Красивые броски, точные попадания в кольцо, достойные передачи. Такой класс подтверждает наша сборная. В последней четверти инициатива также осталась в руках сборной КФУ. От темп игроков КГМУ ушел на спад. Таким образом, победительным матчем становится наша сборная. Игра оканчивается со счетом 108-50. После игры с медиками 6 апреля была настоящая проверка на прочность в соперниках Академии Спорт. С самого начала игры девушки из Павловской Академии показали свою профессиональную подготовку. Провели ряд атак, играя на половине соперников. Как результат 12-0 на четвертой минуте игры. К сожалению, наши баскетболисты не смогли удержать такого напора. С трудом им удалось выхватывать мяч у соперников в начале первой четверти. Однако после таймаута ситуация изменилась. Сборная КФУ стала забрасывать мяч за мячом в кольцо противника. Таким образом, счет стал 23-18, но все еще в пользу Академии Спорта. Во второй и третий четвертях тактика и исход были схожи. Проводилось много замен в обеих командах, так как девушки выкладывались на полную силу и быстро уставали. Так, к концу второй четверти счет стал 40-30 с разницей всего в 10 очков. Далее наши баскетболистки немного устали, не выдерживая темпа сборной Академии Спорта. Счет стал 59-37. В итоге, несмотря на то, что наша команда борется изо всех сил, они пропускают много мячей. Соперники стали полностью владеть игрой. Матч оканчивается со счетом 87-50. В матче мужских сборных с первых минут встречи КФУ взяли инициативу в свои руки и задали темп сопернику. На протяжении всей игры наши баскетболисты показывали слаженную командную работу. В первой половине четверти, несмотря на быструю игру соперников, сборная КФУ вела 1-6. Однако после команды Академии Спорта сначала сравняли счет, а далее вышли вперед. Как результат, счет 13-8 на табло в пользу Павловской Академии. Во второй же четверти состоялась упорная борьба за каждое очко. Было заброшено много красивых мячей. Так, счет стал 29-22. Исход третьей четверти стал неожиданным для всех игроков. В самом начале игрового отрезка владение мячом больше у Академии Спорта. Они показывали стремительные атаки, закидывали трехочковые броски, однако получили много фолов за агрессивную игру. 45-22 на табло. Казалось, что исход игры ясен. Однако сборная КФУ невероятнейшим образом взяла игру под свой контроль. Кольцо противников летят точно мячи, и на последней минуте наши баскетболисты выходят вперед. Но, к сожалению, на последних секундах сборная Академии Спорта делает бросок, и счет становится 50-49. Накал страстей. Зрители кричат и активно поддерживают нашу сборную. Все с нетерпением ждут последней четверти. После перерыва команды с новыми силами идут на пролон. Ведь все хотят одного – победы. Счет колеблется с разницей в 2-3 очка, однако вскоре в команде Академии Спорта происходит небольшой разлад, что, безусловно, сказывается на их игре. Тем не менее, игра продолжается. До конца остается меньше трех минут, а счет на табло – 61-61. Тайм-аут. Тренера вносят коррективы в игру. Меняется тактика. Командная игра, атаки, борьба до последней секунды. Именно это помогло сборной КФУ победить в тяжелом матче со счетом 63-67. Под занавес недели сборная КФУ играет в гостях у КГСУ в ХСК от Изуче. 8 апреля. Первый матч состоялся между мужскими командами. В первых минут встречи стало ясно то, что сборная КФУ имеет явное преимущество в владении мячом. Команда играет слаженно, они видят друг друга, выполняют точные передачи, в отличие от их соперников. Как результат – счет 12-3 на шестой минуте матча. Тренер строительного университета берет тайм-аут, но, несмотря на это, темп их игры остается прежним. Во второй четверти команда КФУ продолжает уверенно идти вперед. Они с легкостью выхватывают мячи, играют на половине соперников, в то время как сборная КГСУ не контролирует ситуацию на поле. Далее ситуация несколько изменилась. Команда строительного университета пыталась проводить атаки и забрасывать мячи. Темп игры несколько вырос, однако КФУ в защите играли достойно и с трудом давали сопернику забирать мяч. Так, счет стал 72-40. В четвертой четверти сборная КГСУ забрасывает много фало. Команда КФУ уверенно пробивается вперед по очкам. Ведет уверенную игру, несмотря на то, что в этом матче они играли без двух сильных игроков – Владимира Милашина и Алмаза Избасарова, которые были травмированы. Так, игра заканчивается в финальном штрафном сборной КФУ со счетом 94-52. В матче женских сборных ситуации были схожи. Фаворитом, безусловно, являлись наши баскетболисты. Они сразу же взяли инициативу в свои руки. Мяч за мячом летели в кольцо сборной КГСУ. Как результат – 16-0 на пятый минут матча. Однако во второй половине первой четверти команда строительного университета стала более собранной. Включилась в игру, забросив 12 очков против 23-х. Далее КГСУ во второй и третьей четвертях не смогли устоять против напора баскетболиста КФУ. Наша команда вела игру намного быстрее. Атака за атакой и точные броски в кольцо. Сборная КГСУ даже не пыталась выхватить мяч и делать подборы возле их кольца. В финальной четверти матча были заброшены красивые трехочковые команды КФУ. По-прежнему велась активная игра. Было видно, что баскетболистки КГСУ уже устали и не продолжали бороться за победу. Команда КФУ легко одерживает победу со счетом 88-43. Диана Загирова и Львина Кубайдулина. Неделя спорта. Ну и на этом все. Вот такая у нас выдалась Неделя спорта. Что будет дальше, посмотрим. Меня зовут Ром Блинсков. Вы смотрели программу Неделя спорта. Еще увидимся. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин